Всем друзья привет! У меня в руках новый телефон Doogee S100 Pro от фирмы Doogee, как вы поняли. Этот телефон имеет две фишки, это яркий фонарик и очень большую батарею в 22000 мАч. Если вам интересен короткий ролик со всеми характеристиками этого телефона, я уже его выпустил, ссылочка будет в описании. А сегодня у нас обзорное видео. Я его протестировал, посмотрел на что он способен и готов вам рассказать. Погнали! Приятного просмотра! Итак, Doogee S100 Pro пришел ко мне. Сразу же видно, что хорошая коробка. На коробке видно 256 гигабайт встроенной, 12 плюс 8 гигабайт RAM, 20 гигабайт ОЗУ и такая добротная коробочка. Если сравнить ее с обычной коробкой, то вот такое сравнение будет. Коробка реально показывает, что телефон монстр. Ну и распаковываем, посмотрим. И в глаза нам сразу бросается сам телефон. Ой, ой, конечно он! Ой, ребятки, конечно! Это махина! Это просто махина! Так, имеем сам телефон, бумажечки. Потом у нас идет, смотрите, защитная пленочка. Это, наверное, бумага, чтобы протирать перед поклейкой пленку. Макулатура. Как заявлялось, 33-х ваттная зарядка. Вот такая вот зарядочка 33-х ваттная. И кабелечек. Кабелечек, что интересно, Type-C, Type-C. То есть на зарядке у нас идет Type-C. Но зарядка это такое. Зарядку я никогда особо не сильно тестирую, потому что у меня есть свои хорошие зарядки. И я работаю ими. Первые впечатления, конечно, я вам скажу такие, что телефон, ой, конечно, ну, хорош. Вес у него, весы нужно будет найти на кухне. Вес, конечно, у него приличный. Стильная задняя рамочка, видно. Вот у нас защитная пленка. Ой, ну-ка, он прям очень брутальный телефон, просто капец. Если сравнивать его с обычным телефоном, вот у меня, like, ну, вы посмотрите, как бы, да. Хотя, ну, про что мы говорим? Тут защита, тут батарея, тут все, что угодно на свете есть. Конечно, если что, можно прямо вот так взять, кому-то по башке дать. Ну, в общем, отбиться от кого-то можно точно. На правой грани можно увидеть защиту. Тут у нас прорезиненные вставки идут по краям. Это у нас датчик отпечатка пальцев, регулировки громкости. Также это кнопка, которая программируется. Ой, он еле вынял. Вот у нас спаренная сим-карта. Тут можно поставить или симку, или две симки, или симку и ТФ-карточку. ОТФ, то есть карточку памяти. Итак, Doogee S100 Pro. Уже после его распаковочки, уже после его полностью настройки. Ну, опять же, настройки как? Просто зашли, выставили язык, подключил Wi-Fi и обычная синхронизация с основным аккаунтом. Все делается очень просто, легко, быстро и непринужденно. Конечно, скажу так, что телефончик не для всех. Не для всех. Потому что вот мой обычный телефон. Ну, как и у всех, я думаю, толщина плюс-минус одинаковая. Тут вот такая вот, конечно, бандура. Телефон мне реально интересный, понравился. В нем что-то, конечно, есть интересные, классные. Итак, давайте поехали. Главное, две главных фишки его. Это большая батарея, 22 тысячи миллиампер-часов. И вот этот фонарик. Сразу давайте разберемся с фонариком. У него есть фонарик обычный. Вот он светит, еле-еле, да? И есть фонарик, это турбо. Чтобы включить этот турбо-фонарик, нужно перейти в специальную программку. И как бы уже, ну, мое почтение. Светит он в 2,5-3 раза больше, ну, ярче. Для обычного фонарика. То есть там на какие-то нереальные высоты, ну, не рассчитывайте. Фонарик хорош, конечно. Но его заменить обычным кемпинговым фонарем, например, от Феникса, ну, нереально. Это как бы не то пальто. Но, кстати, фонарик реально хорош. 22 тысячи миллиампер-часов. Уже несколько дней пользуюсь этим телефоном. 88-8% зарядки. Ну, как бы, понятно, долго я его еще заряжать не буду. Давайте посмотрим на его характеристики. Как вы, кстати, уже, я думаю, знаете, у него 120-герцовый экран. Герцовка 120 Гц чувствуется лично мной. И я уже, ну, она подключена здесь. Я ее подключил. Предлагаю перейти к настройкам. Самые стандартные настройки. У нас 13-й Android. Bluetooth есть, понятно. NFC. Трансляция. Транселировать можно. Android Auto у нас есть. VPN, точки доступа. Все как бы нормально. Все то, что есть в современных телефонах. Экран. Вот, кстати, экран. Что интересно. Можно яркость поставить. Я скажу так, честно, хотелось бы немножко больше яркости, потому что на сильно-сильном солнце яркости может немножечко не хватать. Так, идем дальше. Адаптивная настройка обои. Это все понятно. В дополнительных, что интересно, можно включить. Вот есть. Есть у нас частота. То есть можно 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Я уже включил в данном режиме. То есть, например, если вам нужна батарея, которая будет максимально долго работать, там в каких-то экстремальных условиях, ставьте 60 Гц и все будет нормально. Полностью есть управление любого, чего вы хотите. Батарея. Есть battery manager. Вот. Ну, то есть телефон настраивается на энергосбережение. Как вам удобно. Что еще с интересного? Умная кнопка есть. Я ее уже запрограммировал. Вот я ее нажал и у меня включается программа для фонарика. Что удобно. Эта вот кнопка реально удобная. Это одно нажатие, двойное нажатие и длинное нажатие. То есть можно эту кнопку программировать как вам угодно, как вы хотите. Итак, давайте посмотрим о телефоне. Название S100 Pro. Модель S100 Pro. Ну, вот тут такие данные. И вот, что у нас интересно. Рам. Тут 12 гигабайт постоянной памяти. Плюс я добавил 8 гигабайт. Ну, и взяла из памяти обычной. То есть в сумме у нас 12 гигабайт ОЗУ плюс 8. Плюс еще 8 гигабайт ОЗУ. 20 гигабайт. Что еще хотел бы отметить? Это камера телефона. Их здесь сзади три. Тут одна селфи-камера. 32 мегапикселя. Также есть ночная съемка. Вот мы уже, типа, ночная съемка работает. Но по факту ночью потом поснимаем. Также есть режим фотографирования 108 мегапиксельной камеры. Вот она посередине будет. И также есть видео. Ну, и чтобы это все показать, давайте перейдем уже по факту к съемке видео и фото. Итак. Переходим к тестированию селфи-камеры на Doogee S100 Pro. Если я не ошибаюсь, она в 32 мегапикселя. Вот вот так вот поставлю запись. Есть фиксация лица. То есть, камера ловит фокус на моем лице. И вот я сейчас нахожусь в гараже. При такой недостаточной освещенности, скажем так. Вот я выхожу на улицу. Вот раз. Сейчас он вот раздепляется. Ну, вот как-то так. То есть, в принципе, вести трансляции. Там, я не знаю, фотографировать себя на селфи-камеру можно без проблем. Я вижу, что камера хорошо себя отрабатывает. Ну, мне реально нравится, как снимает сейчас селфи-камера. Так что, вот, в принципе, как-то так. Опять же, я сейчас смотрю. Детализация вроде бы как хорошая. У нас холодно. Вот так сделаю. Детализация хорошая. Все хорошо четко видно, а сзади меня у меня самого хорошо видно. В принципе, ну, за переднюю камеру лайк. Теперь давайте... Ну, опять же, вы сейчас можете оценить звучание, как пишет звук камера. А теперь тестируем переднюю камеру видео. Вот так пишет основная 108-мегапиксельная камера. Тут, конечно, пока что нечего мне особо снимать. Вот так будут записывать. Поснимаю еще другие виды вам. Ну, вроде как обратно. 108-мегапикселей основная камера. Вижу, вроде как стабилизация есть. Когда смотрел, как пишет. Ну, вот в принципе, как-то так. Можете оценить. Мне в этом телефоне камеры понравились. Реально камеры пишут очень хорошо. Ну, для этого бюджета, опять же. Сравнивать с айфоном, например, то, конечно, далеко нельзя. Но для своего бюджета камеры пишут достойно. Также хочу записать режим ночной съемки. Сейчас я спускаюсь в полностью темный подвал. И закрываю двери для... Ну, тут минимум вообще света. Вот вообще темнота. Тут я ничего не вижу. То есть глазами я тут не вижу вообще ничего. Камера ночного видения. Все отлично видит. Даже он сфокусироваться пытается. Итак, выключаем свет. И у нас кромешная тьма в квартире. Я, ну, глазами я ничего не вижу. Надеюсь, участниких привидений у меня не будет. А то я офигею. Сейчас глазами я не вижу ничего. А ночная камера видит. Кстати, фокус. Ну, насчет фокусировки, как вы видите, не сильно. Хорошо она ловит фокусировку. Есть приближение. И вот у нас максимальное отдаление. Я ничего не вижу. Сейчас включу свет. Оп. Включился свет. Оп. Выключился свет. В принципе, как вы видите, ночная камера работает. После тестирования камеры хочу отметить, что она мне очень понравилась. Причем любые режимы. Ну, реально камера очень годная. Камеры. И, кстати, в ручном режиме можно также много сделать разных своих настроек. Что же касается производительности, у нас здесь Helio G99 и 20 гигабайт ОЗУ 12 плюс 8. Я походил уже несколько дней с этим смартфоном и хочу заверить вас, все работает отлично, все отрабатывает идеально. Никаких лагов я не заметил. Предлагаю посмотреть Аиду по системе. Вот мы видим ОЗУ 12 гигабайт. Это стандартный 12 гигабайт ОЗУ. И доступна памяти еще 8 сверху. То есть в сумме получается 20 гигабайт. Батарея у нас, кстати, 22 тысячи миллиампер часов. И, что интересно, телефон от своей комплектной зарядки может подзаряжать другой телефон. Потому что там USB Type-C и USB Type-C. И теперь смотрим магию. То есть это телефон Powerbank. Можно его также использовать, как Powerbank. Что очень также удобно. Пошла зарядка. 22 тысячи миллиампер часов. Питает себя и товарища. По центральному процессору мы можем увидеть, опять же, что это Helio G99. Работает он по 6-нанометровому техпроцессу. И у него 2 ядра Cortex-A76. Это высокопроизводительных. И энергосберегающих 6 ядер A55. Этого, в принципе, достаточно. Частота ядра. Вот мы можем посмотреть в данную секунду. На какой частоте оно все работает. Ну и, в принципе, все. Поэтому тут больше информации нам не нужно. Кодеки. Тоже все стандартно. Музыка у нас играет. Может играть во флаке. Если что, это очень круто. Итак, теперь предлагаю попробовать какие-то игры. Например, Asphalt 9. И посмотреть, как он себя ведет в 9-ом асфальте. Ну, опять же, забегая наперед. Я уже поиграл. Все бомба. Все хорошо идет. Ничего не глючит. И можно отлично играть. Музыка у нас играет. 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 ну и как вы видели ничего в самом последнем асфальте не глючит, все хорошо идет это у нас асфальт 9 новейшая игра для телефона который нужно, хорошее железо чтобы без проблем играть все бомба, также PUBG я уже не буду вам показывать, чтобы не занимать ваше время но в PUBG тоже никаких глюков нету все отлично, железо здесь очень хорошее для своего бюджета и все тянет на ура также предлагаю вашему вниманию проверить наш экран экран у нас здесь очень сочный хорошие цвета и все отлично давайте посмотрим по отображению что у нас за экран разрешение экрана 1080 на 2408 пикселей диагональ 65 на 154 и 658 дюйма плотность пикселей 401 DPI я уже нашел хороший интересный ролик этот ролик у нас в 4К, но в данном телефоне прогружается только 2К, что тоже очень хорошо поднимаю музыку, чтобы вы могли услышать динамики то есть, как вы видите, картинка очень сочная, красивая, ну мега-мега качество ну это опять же и видео у нас такое, но что хочу сказать картинка передает вот весь тот кайф, который происходит на экране и дисплей очень хорошего качества как вы можете видеть, просто мне очень лично нравится дисплей он хорош идем дальше также у нас в телефоне заявлена защита от воды падений IP68, IP69К ну и сейчас попробуем я думаю, все хорошо понимают, что телефон воды не боится его можно погружать кратковременно, вроде как на полчаса в небольшую, на небольшую глубину и все будет нормально но я уверен, что даже если его бросить или потерять в речке, в море или в любой другой среде то ничего с ним не будет пробуем или срабатывает сенсор датчик отпечатка пальца но он не срабатывает, вроде как в воде нет, сенсор в воде не работает датчик отпечатка пальца но все, другое работает если погрузить телефон в воду, то у него уже сенсор работать не будет но зато хорошо реклама работает в общем, как вы понимаете телефон подтверждает свою защищенность просто его просушить и все будет нормально музыка, понятно, что играет тише но можете слышать, что играет телефон просушить и все будет пушка все, все, знаю, знаю, будем заканчивать уже а то затянул немного и так смотрите сравниваем фонарики выключаем свет так, сейчас включаю фонарик обычного телефона ну, как стандартный фонарик примерно сидит вот стандартный фонарик вот так сидит примерно думаю, вам видно так так обычный фонарик DOOJEE S100 PRO у него получается есть два фонарика вот обычный фонарик DOOJEE S100 PRO такой себе фонарик обычный а вот мощный фонарик DOOJEE S100 PRO вот то есть вот этим мощным фонариком видно прям очень хорошо вот такой монстр у нас сегодня был на обзоре напишите в комментариях обязательно как вам подобный телефон подошел бы он вам или нет и напишите, что вам в нем понравилось или не понравилось вес у него 560 грамм толщина огромная подойдет я понимаю, он не всем но тем, кому он подойдет оценят на 100% его мощность, производительность его характеристики и, ну, честно говоря кроме толщины его минуса я не вижу он мне ну и веса он мне понравился реально он мне понравился в нем что-то есть потому что у меня, ну, есть мой обычный телефон тонкий и, например, когда мой телефон на зарядке стоит даже я специально его ставлю на зарядку чтобы поиграть на этом устройстве железо мощнейшее характеристики классные все срабатывает быстро, четко отпечаток хорошо работает NFC, правда, я не пробовал потому что я им не пользуюсь но я уверен, что все будет работать хорошо потому что, ну, это же NFC там особо придираться не к чему хорошая у него защита хорошие динамики что мне понравились ну, то есть кому нужно подобное устройство присмотритесь обязательно прям мой совет и мое почтение телефону камеры удивили меня очень хорошо как для китайского телефона камеры здесь очень офигенные видео он снимает в 4К те ролики, которые которые вы смотрели они в 1080 потому что при монтаже видео сжалось но он выпускает он пишет ролики в 4К и это божественно картинки то есть фотографии делает он классные то есть, в принципе всем он мне понравился то, что, конечно, он толстый его неудобно немножко носить в сумочке вот ну, это же, блин, тут батарея тут, читайте телефон, пауэрбанк если вы пользуетесь телефоном и зарядки заряда батареи вам не хватает и вы постоянно таскаете с собой пауэрбанк ну, это же альтернатива тогда получается телефон пауэрбанк в одном корпусе опять же, плюс еще интересная фишка что можно от него позарядить другой телефон как бы, ну, прикольно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал обзорный коротенький ролик коротенькое видео будет в описании под ссылкой на этот телефон а если вас заинтересовал данный экземпляр переходите на алиэкспресс и смотрите если я не ошибаюсь до 18-го числа или до 19-го до 18-го вроде на него действует скидка потому что его недавно анонсировали с 12-го числа его анонсировали так что переходите смело на алиэкспресс и заказывайте если он вам по душе и он вам нужен опять же рассказал все как есть ну кирпичик классный то что он кирпичик конечно опять же но такая житя всем спасибо за просмотр всем пока жду от вас лайки и комментарии в описании как вам данный телефончик обязательно пишите пока пока скидка скидка